Тепловые сетки с 30-ти годовым стажем ставят под пытание наступный оттепляльный сезон в микрорайоне Усходне. По словам специалистов, минулой зимой ликвидовать порывы трубопровода приходилось по некольки разу на месяц. Пришел час выращать проблему кардинально. Жахарам пропоновали бесплатно у кожной квартиры в приватном доме усталевать индивидуальные газовые котлы и отрезать их от централизованного оттепления. Такая перспектива многих напужала. Как это отобьется на суммах в жировках, как поладить с новой техникой старые батареи, и те могут повесить котлы без сгоды господару. С такими пытаниями десятки людей пришли на встречу с представниками специализованных организаций. Вот представляете, они пришли на кухню и сказали, вот тут мы вам повесим котел. На кухне у меня. Зачем мне? Может, лучше в зал его занести? В зале я не бываю. А вот на кухне вся моя жизнь прошла. А что с кухней сделать? Тепловузел сделать с кухней? Ситуация гэта для Гомельщины не новая. У инших районах так само усталевывали газовые котлы. До прикладу Жахару Уваровичу сказали, что деле нового обсталевания придется из усим менять кухню. На гэта господар пойти не мог, и проектировщики уличили жадание. Причем зарабили все за два дни. Жахары у сходня газостярогой ставятся до таких терминов. И задаются пытанием, ть не потерпеть якость, коли монтаж будет сделан так худко. По слову специалистов, два дни для установки газовых котла – стандартный термин, по яким працуют не только державные службы, а и приватные заводы и цепляльных обсталевания. Да раньше индивидуальные котлы для этого микрорайона не новина. Часть домовоза в населенном пункте уже люди сами оснастили газовыми котлами и пользуются. И очень довольны. Потому что я встречался с жителями, и разговаривали вопросов, и каких-либо нареканий не было. Иншее пытание, что коммуникациям у домах больше, как 30 годов. Мясовые жахары уполнены. Батареи с таким великим стажем не дадут с ужасному газовому котлу працовать в нормальном режиме. Остерогаются, что у разгар зимы просто застанутся без тепла. Те вартах этого бояться мы запытали у представников вытворчего управления «Гомельгаз». Старые батареи – это больной вопрос. При установке отопительного оборудования в любом случае необходимо произвести очистку батарей, внутреннюю полость батарей. Если будет установлено газовое отопительное оборудование, оно будет установлено с фильтрами на водоснабжение и отопление за счет бюджетных средств. И нарышце еще одно важное питание – это кошт. То, что регулировать климат в доме можно будет самостоянно выдатно. Вот только как это одобьется на коммунальных платежах. Тем более, что за газ жахары нашей краины компенсуют 80% от реального коста палева. В той час, как при центральном отоплении – 15%. Однако и гэты проценту ближайшие годы плануют поступово наближать до 100. Мы вырошили параунать. Для прикладу, берем дом – площадь 65 квадратных метров и самый холодный месяц года – студень. Все лета жахары такого дома за 80% спажитого газу платили коля 27 рубля 20 копеек. Ты ж, кто подлучшенный до центрального отопления крыху меньше – порядку 25 рубля 14 копеек. Но это только 15% от агульного коста спажитого тепла. Если бы довелось компенсовать 80% и как за газ, то сумма досягнула бы 100 рубля. В любом случае старые коммуникации будут подрыхтованы до тепляльного сезона. Забеспечить это дороже на кировничество к субкомбинат «Усход» на балансе «Якока» и находится система. В уголе обмеркование в микрорайоне «Усходне» продолжилось полторы годины. Видно, что до кропки в этой справе еще далеко. Зараз технично-экономичное обгрунтование находится на затверджении в Министерстве энергетики. Затым рушить услед до решения Гарвы Канкама. Потым деталевое обследование кожного дома и кожной квартиры. Без уделу и сгоды улазников это робить и складать проектные документы не будут. Колись дом будет признан непридатным для установки котлов, усе проблемы с початку ликвидуют. И только после этого приступить к дамонтажу новой техники.